Привет, FreeWalker! 128 выпуск подкаста. Данный выпуск, наверное, будет самый короткий и самый ужасный, но я чувствую, что мне необходимо записать этот выпуск, потому что если я этого не сделаю, то я еще очень-очень долго буду откладывать это действие. Я буду искать причины в отсутствии времени или отсутствии достойной темы или отсутствии, скорее, присутствии других приоритетных задач и так буду бесконечно откладывать. Основная задача этого выпуска — выйти на первую тренировку. Абсолютно первую или первую после длительного периода отсутствия тренировок, неважно. Первая тренировка — она ужасная. Я вспоминаю свой первый опыт, когда я первый раз взял палки в руки для того, чтобы пройтись и понять, что это такое, для чего это. Я взял какие-то горнолыжные старинные палки, которые привозил наш родственник из Германии. И для того, чтобы просто какое-то создать впечатление о скиновской ходьбе, я с ними пошел. Я уже не помню, какой длины они были, но явно не подходящий мне подрост без темляков с обычной петлей и громоздкими пластиковыми рукоятками. То есть это еще похуже, чем современные трекинговые палки. Подобное впечатление я испытываю, когда после длительного периода хочется. Хочу возобновить погружение в холодную воду. Очень хочется. РГС не подготовлен. Он привык к комфорту. И в эту зону дискомфорта вообще не хочется заходить. И тогда очень важно сделать маленький шаг. Поступательный. Это помогает в любом случае стопроцентно. Будь то только начинаешь что-то делать или после длительного периода, важно просто сходить к озеру. А окунать ноги вовсе не обязательно. Дойдя до озера, уже хочется и ноги помочить. А если есть еще компания единомышленника, тогда можно и по колено зайти. Но этого вполне достаточно. Вот важный момент, когда вернуться назад. Сказать «нет, это первая тренировка. Достаточно». В последнее время в моей голове как мантра звучат два слова «достоин» и «достаточно». Вот в данном случае достаточно небольшого выпуска. Записать его максимально коротко, небрежно, быстро отредактировать и опубликовать. Посмотрим, что с этого выйдет. Главное при этом не зачехлять, не складывать далеко микрофон, чтобы он всегда был под рукой, если хочется записать следующий выпуск. Точно так же и ты попробуй, если у тебя получился длительный период отсутствия тренировок в связи с зимой, непогодой или другими причинами, то как раз выйти на тренировку даже без палок, просто пройтись, а потом вернуться, а потом на следующую тренировку с палками, а потом с палками и километр-два и вернуться. Вот таким образом поступательно, я думаю, у меня получится возобновить запись подкаста, а для тебя возобновить тренировки или сделать первую тренировку, которую я так долго откладывал. Ну что ж, для того чтобы продолжать, нужно вовремя сказать «достаточно». И теперь ты понимаешь, почему этот эпизод достоин быть опубликованным. В описании к выпуску я размещу ссылку. Это не простая ссылка, это ссылка, позволяющая задать вопрос, прокомментировать или поделиться своими достижениями, впечатлениями о скандинавской ходьбе. Так что переходи по ссылке в описании на speakpipe.com, правая наклонная черта FreeWalker, и там будет красная кнопка, нажав на которую у тебя будет в распоряжении 5 минут для того, чтобы записать голосовое сообщение с вопросом, предложением, впечатлением или просто персональное, какой-то отзыв, мне тоже будет очень приятно. Ты только представь, мои 5 минут этого выпуска в следующем эпизоде, плюс твои 5 минут или еще кого-то, и у нас уже получается классная компания, чтобы продолжать заниматься вместе. Думаю, тебе будет очень приятно, когда в твоем плеере для подкастов появится уведомление о выходе 129 выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok